Это одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. С момента основания клуба в 2004 году в нем традиционно принимают участие люди с порой противоположными точками зрения на мировые политические процессы. За годы работы Валдая в нем приняло участие более 800 человек из 50 стран мира. Третий день работы дискуссионного клуба начался с закрытого для прессы заседания. На нем ведущие мировые эксперты обсуждали, что же такое современная экономика – оружие войны или средства сохранения мира. Экономическая зависимость рождает конфликты, потому что те страны, которые влияют на экономику других стран, зачастую хотят влиять на иные сферы жизни. Конечно, все хотят направить свои страны, зарубежные капиталы, технологии и прочее. Но эта система должна работать только, когда это выгодно обеим сторонам, а не только государству, экономически более сильному. Остается надеяться, что выводы, к которым пришли участники дискуссии, будут реализованы на практике. Ведь уже общепризнанно – Валдай – это площадка, на которой участники дискуссии слышат и, главное, хотят услышать друг друга. Валдайский клуб будет работать в Сочи до пятницы, а завтра произойдет одно из самых ожидаемых событий. В одной из дискуссий примет участие президент России. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.